Народ Таджикистана, а самый религиозный в Центральной Азии. Рахмон запретил проверки бизнесменов. Британское издание The Telegraph опубликовало карту мировой религиозности. Как отмечает издание, рейтинг основан на данных опросах Winger Lab International за 2008, 2009 и 2015 годы. В опросах респонденты отвечали, считают ли они себя религиозными. Согласно опубликованным данным, страны Центральной Азии расположились в рейтинге следующим образом. В Таджикистане 85% населения являются религиозными. Туркменистан 80%, Кыргызстан 72%, Казахстан 64% и на последнем месте Узбекистан с 51%, считающих себя религиозными. Наиболее набожными регионами в мире по результатам опросов оказались Африка и Ближний Восток. В пятерку самых религиозных стран попали Эфиопия, Малави, Нигерия, Шри-Ланка и Йемен. Президент Таджикистана Имам Али Рахмон объявил мораторий на все виды проверок деятельности субъектов предпринимательства в производственной сфере. Соответствующий указ был подписан им 16 января. Как пояснила пресс-служба президента, согласно указу, субъекты предпринимательства, занимающиеся производством, освобождаются от всех видов проверок за исключением плановых проверок, проводимых Агентством по борьбе с коррупцией, Национальным банком, Генеральной прокуратурой, Счетной палатой и Налоговым комитетом. Целью объявления данного моратория является государственная поддержка производственного предпринимательства для увеличения промышленного и экспортного потенциала, утверждает пресс-служба президента. Но по мнению экспертов, это решение является скорее популистским жестом, нежели целенаправленной работой по созданию благоприятной обстановки для предпринимательства. Наблюдатели отмечают, что Рахман все чаще применяет такой политический ход, как популистское решение, что указывает на смену тактики. По всей видимости, на тренд отчасти влияет и коллега Рахмона, псевдореформист, президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, который для приобретения популярности проводит в стране косметические изменения. В мечетях Узбекистана по поручению властей имам Хатыбы заставляют прихожан выписывать государственные газеты. Об этом рассказал местный житель Шарифжон в беседе с Азадлик. Нас просят заплатить 30-60 тысяч сумм, 3-6 долларов, и подписаться на газеты, которые никто не читает. По словам имама, если мы не подпишемся найти издание, то нашу мечеть закроют, говорит прихожанин мечети Эски-Ковун-Чи Янгиюльского района. Кроме того, по его словам, прихожан мечети принуждают купить новую книгу муфти Узбекистана Усман Хана Алимова. Вышла новая книга муфти, а нас просят купить ее. Я знаю, что не буду читать эту книгу, но все равно пришлось купить ее. У нас люди привыкли слушаться имамов, поэтому власти пользуются имамами, чтобы те принуждали граждан под различными предлогами подписываться на газеты и журналы, которые не пользуются успехом среди читателей. Наши имамы, забыв о своих прямых обязанностях, превратились в почтальонов, говорит Шарифжон. Имам одной из мечетей в городе Хива рассказал о том, что Духовное управление мусульман Узбекистана поручило им агитировать прихожан мечети, выписывать государственную и проправительственную прессу. «Мы должны выполнить план по подписке на сумму 1 миллион 300 тысяч суммов, около 1600 долларов, поэтому сейчас собираем деньги с прихожан мечети. Если этих денег не хватит для выполнения плана, то мы добавим к ним деньги, поступившую в нашу мечеть в качестве пожертвований». Сказал имам Хивинской мечети. Политологи считают, что таким образом правительство Узбекистана пытается переложить расходы своей пропаганды на плечи обычных жителей страны. Узбекистанаảoна혀 хирургация получала на плече обычного семей shell Lin-Watch. Продолжение следует... Продолжение следует...